Друзья, привет! Готовлю бульон куриный для тех, кто плодотворно провел пятницу вечер. Смотрим. Короче, пошукал по холодильнику, нашел куриные ножки, кусок мяса, морковка, сосиски. Кстати, нашел еще кусок теста, остатки что-то делал, не помню, слоеного масла, яйца, сметана, соль. Короче, вот сейчас будем мутить что-нибудь, чтобы позавтракать и не умереть от вчерашнего, короче, от вчерашнего. Греем воду в кастрюле, добавляем сюда лавровый лист и штук 6-7 перец с горохом. Морковь нарезать колесиками или куточками. И добавили. Теперь есть вот такие куриные ножки. С куриными ножками делаем следующее. Мякоть надрезаю. Вот так вот мякоть надрезал. Кость обязательно сломать. Оттуда будет вытекать всякая вкусняк. Вторую ногу точно так же. И все, и сломал. Добавляю в бульон. И сердечки. Сердечки можно разделить на две части, можно на четыре. Кому как понравится и кому как с утра зайдет. Можно вообще пяточками рубить. Вот, к примеру, вот так вот. Тык, тык, тык. Кровь. Вот такими пяточками. Ну, понадобится горсть. Вот, горсть. И вот, пяточками нарублено. Добавляю тоже в бульон. И обязательно луковицу. Но луковицу можно большими, крупными кусочками нарубить. И тоже в бульон. Классно получается. Вот, соль и столько. Это одна вторая столовой ложки. Перемешиваю. Закрываю. И забываю. Берем три яйца. Заливаем водой. И отвариваю. Вкрутую. Прям нужно хорошо отварить. Пока яички отвариваются и бульон готовится. Вот из этого теста. Я вообще даже заморачиваться не буду. И я просто нарежу его вот такими вот полосочками. Сделаю из него клетки. Нет, конечно же. Можно тесто сделать. И вот такими небольшими подушечками. Квадратиками. Нарежу это тесто. Ну и вот. Незамасловатые клетки готовы. Для добавления в бульон. Убираем. Сырый еще кусок нашел. Тоже пригодится. Вот вчера еще. Обгрызен недоеденный багет. Отрежем вот так вот на суп. Эх. На такс ножек. Вот так. Отрежем на сухарики вот этот. Так. Так. И на сковородочку. Сковородку мазать ничем не надо. Потому что сковородка пропитана маслом уже лет 300. И пожарить до хруста с двух сторон. Еще есть чеснок. Осталось вот два зубчика. Ну нет еще. Запах. Запах есть. Вкус есть. Тоже пригодится. Пока обжариваются гренки. Вот такими тоненькими колбасками. Пятачками тоже. Нарежу. Томат. Сторонку томатик. Перец тоже. Остатки. Былой роскоши. Со своего огорода. Мелко нарезать. Мелко. Прямо. Вот так вот достаточно. Две сардельки. Мне помню даже чистить не надо. Хвосты им обрежем. Все. Сардельками что можно сделать? Вот так вот их. Поднадрезать. Это они так просто. Прогреются быстрее. На сковородке. Вот в таком варианте. Смотрим как идет процесс обжарки хлеба. О. Подсушился маленько. Бульон проверяю. Что же с бульоном? Мясо. Сердечки. Где сердечки? Так. Вот сердечки. Сейчас попробуем. Все готово. И все. И добавляю клетки. И помешать. Обязательно помешиваем, господа. И дамы. Дабы не прилипло тесто к стенкам. Как начнет всплывать. А оно уже начало всплывать. Значит готово. Обалденно получается. Смотрите. Ох, ох, ох. Эти они распадаются на такие слои. Это круто. Закрываю. Проверяю хлеб. Оп. О, видите? Просохатил. Вот это вот просохатил. Так нельзя. Но это все исправляется. Исправляется очень просто. Берется вот так вот. На-на-на-на-на-на-на. Все. Красота. Так что не бойтесь, если что-то чуть-чуть подгорело. Ну, я имею ввиду в хлебе. Все. Хлеб. Вот. Все. Готов. А теперь я вам кое-что покажу. Ууу. Вы когда-нибудь ели вот такие вот клетки? Кто-нибудь из вас пробовал вот такие нежные клетки? Да никто не пробовал, я вас уверяю. Поэтому пусть чуть-чуть постоит. И я покажу, как дальше приготовить бульон. Бульон я убрал, настаивается. На сковородку, на которой хлеб жарили, выкидываю сардельки. Яйца, которые варятся вкрутую. Вот эти вот. Охлаждаться. Это сюда-обратно. Это сюда-обратно. Запускаю большую сковородку. Пока на максимальный. Добавляю чуть-чуть масла. Соль. Сливочное масло. Всего по чуть-чуть. Все разогревается. Теперь перец болгарский и томаты. Разогреваю и чуть-чуть потихонечку все это дело прижариваю. Сардельки обжариваются. Видно. Плохо обжариваются. Но видно, что обжариваются. Пока все греется. Вот это, вот это. Нужно заняться хлебцами. Хлебцы. Чеснок. Ну, по-моему, никому не секрет, что можно так сделать вкусно. Но особо когда-то в похмельях хочется скушать какую-нибудь такую вот штуку. Остренькую, жирненькую. Еще, чтобы бульончик был. Вот так вот эти кусочки вкусно выглядят. Дальше. Вот это нужно, чтобы прям прижарилось хорошо. Но это не яичница, ребят. Я вам покажу сейчас, что это будет. Так, сардельки тоже, говорит, практически готовы. Вот так вот они обжариваются. Красота. Готово. Смотрим, что буду делать дальше. Ложечкой на бутербродики вот это вот все дело со сливочным маслом выкладываю. Много не надо, чтобы вкус вот сбалансированный был. Чтобы ни перец не перебивал с томатами вкус. Ни томаты вкус. Чтобы чесночок остался. Нужно, чтобы это было все сбалансировано. Но обязательно соль и сливочное масло. Без этого и подсолнечного ничего не получится. Это еще не все. Берется вот такая штука. Думаю, что у всех есть. И сверху сыр. Ну, это же красота. Мало того, что это не просто красота, это еще вкуснота. Попробуйте совершенно просто. Вот вообще, как отдельно утром сделать. Офигенно. Ладно, продолжаем дальше. Здесь достаточно всего масла, которое я добавлял. В нем остался вкус томатов, перца. Разбиваю сюда яйца. Обязательно приперчить. Ставим на троечку. И это должно томиться потихонечку, доходить. Крышку на столе. Все, закрываю. Это потихонечку доходит. Сардельки. Ну, все, сардельки в принципе готовы. Тоже можно в сторону. Вареные яйца очищаю. И нарезать можно в нескольких вариантах. Можно разрезать пополам. Вот так вот две дольки будет. Кстати, это хлеб. Не переживайте, ничего страшного. Это не грязь. Или вот такими колесиками. Как кому нравится. Но есть еще следующий вариант. Смотрим дальше. Готовим похлебку. Процесс. Добавляю яички. Яйцо. Кому как вкуснее и удобнее. Укроп. Очень-очень вкусный бульон. Видите, клетки. Они тоненькими пластинками расслоились. И ложку сметаны. Но это еще не все. В следующий бульон можно сделать следующее. Добавляем бульончик. Беру яйцо сырое и разбиваю сюда. Бульон сам по себе горячий. И разболтав вот так вот яйцо, Оно приготовится. И получатся такие тянущиеся белки. Но желток придаст жирности. Все, яйцо сварилось. Клетки, сердечки, морковочка. Добавляю еще укроп. Ну, если прям кому-то плохо, Можно еще добавить кусочек сливочного масла. Два совершенно вкусных и совершенно разных бульона. Ну, как бы процесс один, А наполнение разное. Поэтому очень вкусно. Так, смотрим, что у нас с яичницей. Вот, как я и говорил, затянуло. Но, в то же время, они мягкие. Они не жесткие. Яичница сама по себе сочная получила. Все, собираем все блюда. Вот сюда же добавили сметанки. А сюда можно вообще добавить еще сухариков. Вот вам, ребята, и завтрак. Классный, сытный, жирный. Вкусный завтрак. А с вами, как всегда, был Серж Готовилов. До скорых встреч. Пока. Не болейте.